Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня мы рассмотрим, что мы должны платить и что не должны платить во время карантина. То есть такие оплаты, как за спортивные клубы, билеты в кино, на самолеты, поезда, что конкретно мы должны платить за школы, какой сервис, какие кружки спортивные и так далее. То есть сегодня мы рассмотрим, что мы по закону должны платить, а что нет. Что касается спортивных клубов, сейчас в Испании очень многое количество людей записаны в спортивные клубы, на спортивные секции, там танцы, не знаю, какие-то спортивные кружки и вы должны платить или не должны. И тут все в зависимости, если вы являетесь членом клуба, то есть есть такие клубы частные, то есть вы являетесь именно членом клуба и вы платите членскую плату, абонемент, да. То есть это не абонемент, это именно членская плата, то вы обязаны это платить, потому что вы как бы являетесь членом клуба. Если вы платите помесячную оплату, как просто вы платите каждый месяц и вы ходите в спортивный клуб, в этом случае вы не должны платить, то есть в период карантина вы не платите. И очень многие спортивные клубы прислали сообщение, что в период карантина они платить не будут. Нам также сама прислали, мы всей семьей записаны в спортивный клуб, нам прислали тоже сообщение, что в течение карантина, пока они не откроются, плату снимать нас не будут. Так что если вы записываете в спортивный клуб и с вас сняли какую-то плату, вы имеете полное право вернуть, потребуя, чтобы вам вернули эту сумму денег, потому что вы не обязаны платить, так как этот сервис, который вам предоставляют, не был предоставлен. То есть в течение этого срока карантина не по вашей вине, то есть это не вы не ходите в спортивный клуб. Или в бассейн, или на какие-то кружки, или занятия. А это именно спортивный клуб вам не предоставил этот сервис, то есть поэтому вы платить не обязаны. Что касается, если вы купили, например, билеты в театр в этот период карантина, еще заранее, или на какой-то концерт, соответственно, вы не можете туда пойти, соответственно, этот концерт или в театр, или еще какое-то событие не состоялось, то есть вам обязаны вернуть полную сумму за билет. Что если вы, например, являетесь, то есть вы купили абонемент на целый год, чтобы посещать театр, например, да, то есть именно абонемент на год, то здесь так же самое, вы, вам обязаны вернуть именно процент вот этот месяц, или когда сколько длится карантин, вам должны, обязаны вернуть эту сумму денег, и вы можете это потребовать. Что касается билеты на самолет, здесь в зависимости, то есть если это по вашей вине, то есть, например, самолет все-таки полетел, да, то есть есть рейс, а вы не полетели, то есть вам как бы не возвращает или возвращает какую-то сумму, то есть в зависимости, как вы покупали билет, да. А если самолет был отменен, то есть рейс сам был отменен, то есть авиакомпания, например, не работает в период карантина, или этот рейс был отменен, то здесь или вам возвращают сумму, или вы можете поменять билет на другое число, то есть это вы уже договоритесь непосредственно с авиакомпанией. Что касается поездов на поезда, то есть внутренние поезда, то есть они называются Рейнфы или АВЭ, здесь в Испании полностью сумма в период карантина возвращается, то есть люди, которые в период карантина не смогут никуда поехать, соответственно, то есть им полностью сумма возвращается, или вы можете поменять билет на другие даты. Также самое это касается и автобусов, то есть эти автобусы, которые международные и внутри Испании, все то же самое, то есть если рейсы не совершаются, то есть люди не могут ехать, то есть вам возвращается билет. Что касается детских кружков и спортивных секций, здесь в этом случае все то же самое, если вам не был предоставлен сервис, то вы можете требовать сумму обратно, если вы заплатили за год, то есть пропорционально, то есть месяц длится карантин или сколько он длится, вы можете потребовать этот процент, который вы не ходили, то есть не был предоставлен в полной мере сервис, то вы можете потребовать деньги обратно. Но если, например, многие кружки, там не знаю, танцы, музыка или еще какие-то кружки, они переходят на онлайн обучение, в этом случае вам предоставляется сервис, то есть вы можете обучаться онлайн и в этом случае вы обязаны платить, то есть это вы уже можете отказаться или согласиться, но в принципе, если обучение переходит на онлайн, вы как бы уже обязаны это все заплатить. Что касается отелей, апартаментов или кемпингов, здесь все то же самое, то есть они сейчас закрыты на этот период, вы не можете поехать и вам обязаны вернуть всю сумму денег, то есть у вас никакой процент за то, что вы не поехали, с вас не снимается, потому что это не по вашей вине, то есть это все, так как отель закрыт, вы туда поехать не можете, то есть вам возвращают всю сумму денег, здесь вообще без разговора. Языковые школы, здесь все то же самое, если вы не ходите в языковую школу, то есть вы не посещаете ее, вы не получаете занятия, то есть вам не предоставляет этот сервис, вы можете вернуть эту сумму денег, то есть если вы платили помесячно, вы не платите там за этот период, если вы заплатили за год, вы можете потребовать какой-то процент, чтобы вам вернули. Но если обучение перешло на онлайн, то соответственно вы должны платить и продолжать платить. Конечно, это немножко не то же самое, что вы ходите непосредственно в школу, получаете занятия, но все-таки они стараются, то есть понимаете, просто произошло такое, что никто не ожидал, соответственно школы тоже стараются перейти как-то на онлайн обучение, то есть это все меняет, поэтому если вы хотите согласиться с этим, вы соглашаетесь, вы хотите дальше обучаться, вы продолжаете платить. Соответственно, если вы заплатили за год и школа перешла на онлайн обучение, то вы как бы уже не можете требовать сумму обратно, потому что процесс обучения идет и если вы не хотите, например, обучаться онлайн, то это уже как бы ваше дело, то есть это вы не хотите, то вы уже не можете требовать сумму обратно. А если, например, языковая школа говорит, все, мы не можем обучать онлайн, то есть мы вот до апреля месяца обучали, там до середины мая, дальше вот когда закончится карантин, снова мы будем учиться, то есть за этот период вы не платите, за этот период карантина, если онлайн платите. Что касается школ, это очень большая такая тема, очень спорная, потому что немножко здесь все не отрегулировано, то есть я уже вам рассказывала, кто смотрел мои видео, что здесь есть три типа школ, это государственная, получастная и частная. Что касается частных школ, здесь своя тема, как бы государство туда не касается, поэтому там немножко сложно здесь рассказать, за что вы платите, за что вы не платите, но в любом случае, например, за обеды, которые вы не получаете, это как бы сервис, да, то есть это не обучение, ничего, то есть за сервис вы не получаете, да, то есть вы не платите. По идее, как бы частные школы должны эту сумму вернуть, за школьный автобус, так же само, они как бы обязаны вернуть, потому что это именно сервис, то есть оно не входит, это сумма в онлайн обучение, да, или в обучение, то есть это сервис, то есть школьный автобус тоже вам должны вернуть. Все экскурсии, которые вы не получили, так же само вам должны вернуть. И как бы все остальное, то, что вы уже квоты помесячно платите, это все на усмотрение школы. То есть, если школа перешла онлайн и ребенок получает полноценное обучение онлайн, то есть он занимается целыми днями, то есть они имеют полное право брать полностью за обучение. Если ребенок не получает полноценного образования, полноценную учебу, он не может, не знаю какой, то есть школа не смогла перейти полностью на онлайн, то, соответственно, как бы она должна в какой-то хотя бы процент вернуть. Но частная школа это вообще другой мир. То есть здесь они сами решают, то есть каждая самая школа решает сама по себе, что она будет брать, что она не будет брать. И там уже я знаю, что многие родители из частных школы собираются, они не на волю, потому что берут полную оплату и прямо нанимают адвокатов, хотят судиться, потому что сумма достаточно большая. То есть там в месяц 800-1200 евро, и это все берется. И непонятно за что онлайн обучение проходит плохо. То есть там дети не сидят так, как в школе с 8 утра до 5 вечера учатся. Нет, совершенно. Но это все в зависимости от школы. Что касается получастных школ и государственных школ, ну, соответственно, за государственную школу никто не платил и не платится. Все экскурсии, которые были оплачены, это все вернется. Если экскурсии были намечены на этот период, и они не могут произвестись, это тоже все вернется. Соответственно, за обеды это тоже никто брать не будет. Здесь как бы все более прозрачно и все четко. Что касается получастных школ, здесь тоже очень много проблем. Но обязательно, то есть школьный автобус это 100%, вы не получаете сервис, вам должны вернуть, или вы не платите, если вы помесячно платите. Школьные обеды так же с самого, вас никто не будет снимать. Или если вы платите за год заплатили, то есть вам должны это все вернуть, потому что это сервис вы не получили. То есть вы видите, едят дома, они в школе не едят. И, соответственно, все экскурсии, так называемые колонии, это вот эти лагеря на 2-3 дня, то есть это тоже вам обязаны вернуть. То есть вы это не получили. Что касается именно квот, то есть помесячных квот, с этим все серьезнее. Почему? Потому что сами школы, они их берут. Некоторые берут полностью, некоторые 50% снизили, некоторые 15%, некоторые 13%, некоторые 25%. В нашей школе снизили, например, 13% на каждого ребенка за обучение. То есть они не взяли все там ни обеды, ни автобусы, ничего не взяли. А вот за саму квоту по месячной они снизили на 13%. И это все они как-то объяснили тем, что онлайн обучение идет. Да, оно немножко не в той форме, но как бы все равно оно идет. То есть поэтому с вас возьмем 13%. Но также самые родители не довольны, потому что онлайн обучение, дети постарше, это, конечно, они сами занимаются, сами подключили, сами сделали, сканировали, отправили. То есть они там сидят сами. А дети более-менше возраста, это родители должны подключить, распечатать, рассказать, что нужно делать, сканировать. То есть это, грубо говоря, это знаете, как вот есть последний анекдот, что уборщица позвонила и рассказывает мне по интернету, как мне и что делать. Вот она типа классно работает, да. Ну то есть как бы это плюс-минус получается то же самое, потому что мы сами, родители, объясняем, мы сами все делаем с ребенком. И то, что они там раз в день подключились с ребенком, рассказали какую-то там, что нужно, как делать, ну я считаю, что это недостаточно. Ну каждый выбирает сам по-своему, каждая школа старается как-то все, как это адаптировать, да. Но многие родители все равно недовольны, они вообще не хотят платить, так как дети вообще не учатся, поэтому они обращаются в министерство образования. Министерство образования отвечает так, что они не могут повлиять на эти школы, но по закону, по конституции каждый ребенок имеет право на бесплатное обучение. То есть в принципе те квоты, которые мы платим в получастных школах, то есть мы это как бы добровольно мы платим. То есть каждый родитель получастной школы имеет право не платить эти квоты и его не могут выгнать со школы ребенка, да, то есть его не могут исключить за это. Ему все равно должны продолжать давать тот же самый уровень обучения, как и другим детям, которые платят, да. Поэтому здесь все индивидуально, то есть здесь все можно договариваться с самой школой, даже нам в школе, например, прислали, да, сообщение, что они опускают на 13%, но если у вас тяжелая ситуация, если вы не можете платить, обращайтесь сами в школу, это все можно договориться. Поэтому здесь в как бы получастной школе здесь немножко непонятно, потому что государство тоже понимает, что если все сказать, нет, вы не платите, никто не платит в получастных школах, таких школ миллион, да, и если все перестанут платить этим получастным школам, то есть всех учителей нужно отправлять на пособие по безработице, то есть получастная школа не может, да, то есть их только дотация, то есть в чем заключается получастная школа, что государство дает дотацию, то есть помогает материально этим школам, то есть это частная школа, но государство им помогает, то есть соответственно не может получастная школа платить все, все полностью все траты и на учителей, и если есть какая-то аренда помещения и так далее. Поэтому, соответственно, они как-то снижают, как бы не так много. Но в то же время некоторые родители вообще не могут платить, некоторые семьи, у них очень тяжёлая ситуация, они вообще не могут платить. Поэтому, конечно, здесь вопрос очень спорный, платить, не платить и платить сколько. Министерство образования как-бы отнекаются, ну, как-бы, да, как-бы платить, вроде у вас и онлайн-жиж обучение, вы же всё равно учитесь. Ну, как-бы, и вы и можете не платить, потому что, как-бы обучение по конституции у детей должно быть бесплатно. То есть, каждый ребенок должен получить достойное обучение. Ну, то есть, соответственно, здесь не сильно понятно, но я думаю, что в каждой школе можно это разобраться. То есть, если вас вы не можете платить, ту же самую сумму идите, предоставляйте все документы, и вас не могут выгнать со школы, потому что вы не можете платить. То есть, я платить не могу, у меня сейчас нет средств, чтобы заплатить за ребенка. То есть, я думаю, что каждая школа пойдет на встречу, тем более она не имеет права вас выгнать со школы. То есть, не имеет права выгнать ребенка. То есть, если вы не можете платить, собирайте весь пакет документов, соответственно, подтверждающий, что вы платить не можете. И не платите. То есть, пока этот период не можете, то есть, выгнать вас не имеют права. Что касается аренды ипотеки Светводогаз, я уже снимала это отдельное видео. Я не буду сейчас на этом останавливаться, я оставлю ссылку, можете посмотреть. Может, я опустила еще какие-то квоты, которые есть, которые вы платите помесячно. Но вы должны сходить, самое основное из того, что если вы не получили сервис, не по вашей вине, то есть, вы платить за это не должны. То есть, вы имеете полное право не платить, если с вас взяли эту какую-то определенную сумму. То есть, вы имеете право требовать, чтобы с вас вернули эту сумму. Или, например, если с вас сняли какую-то сумму за какой-то сервис, вы, в принципе, можете, когда закончится уже этот карантин, вы можете эту сумму денег увеличить, например. То есть, если вы ходили на теннис с индивидуальным тренером, вас взяли, например, раз в неделю за этот месяц. То вы можете требовать в мае, так как вы не ходили, не по вашей вине, вы можете идти в два раза больше. Ну, как-то вот так вот это все договаривается. Но, в принципе, с вас брать вообще не должны ни за какой сервис, потому что этот сервис вам не был предоставлен. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всем хорошего дня, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, берегите себя.